Девушки отдыхают Девушки отдыхают С мая 1960 года главный инженер локомотивного депо Волновах Работал на Ташкентской железной дороге Был мастером, заместителем начальника, главным инженером локомотивного депо Иловайск Затем главный инженер, заместитель начальника Волновахского отделения Донецкой железной дороги С 1967 по 1990 год начальник Краснолиманского отделения Донецкой ордена Ленина железной дороги Среди наград Орден Ленина Орден Октябрьской революции Орден Знак почета Медаль за трудовую доблесть Знак почетному железнодорожнику Константин Александрович Гасиев Заслуженный работник транспорта Украины Ну вот Краснолиманское отделение тогда, Константин Александрович, в 1967 году, когда его приняли и стали начальником Вот по, я не знаю, по объемам грузоперевозок, допустим, вот среди, сколько было? Шесть отделений дороги на Донецкой в то время? Да? Семь? Луганская, Краснолиманская, Волновакская Волновакская, нет, что? Попаснянская, Попаснянская Попаснянская, да Вот оно было что? Вот в середине, так сказать, на первом месте или оно было где-то в середине? Вот Краснолиман, что из себя тогда представляло отделение дороги, когда вы приняли его? На втором месте На втором месте, да? Ну, уже к 1967 году были все участки электрифицированы, да? Уже вот тяга какая-то? Не были, нет, не все участки Не все участки Ну вот, что запомнилось? Что тогда вот? И Синоватская отделение Краснолиманская отделение дороги Но уже к тому времени, допустим, паровозов не было, да? Паровозы это где-то в начале 60-х еще были, да? Были паровозы Но это не резерв, а именно, что ли, они эксплуатировались? Ну и кроме этого парка, допустим, локомотивных, что там, там уже были тепловозы Как? Тепловозы, да? Ну я просто хочу сказать, что время, так сказать Тепловозы и электровозы Электровозы в Лимане были тепловозы Попастые Здесь, да? Здесь, да? Нет Он выглядит вот на кадрах хорошее Хороший человек Хороший, да? Хороший, хороший Ну вот что можно, допустим, поставить в заслугу? Вот Воспитывал кадры Хороший Нанимался кадрами Ну вот даже если не железнодорожника, например, там спросишь, он может человек, не работавший на дороге сказать, что ну вот Кривенко это там стадион-локомотив Донецкий, при нем был он построен, и так сказать, это все знают Вот что, допустим, на дороге из того, о чем не посвященные могут не подозревать, вот что, допустим, благодаря Кривенко появилось на дороге, вот что запомнилось? Учебные заведения То есть он уделял внимание подготовке, да? Подготовке, да Ну а учебные вы что имеете в виду? Вот филиал открыл, еще тогда не открылся, допустим, если говорить о высших учебных заведениях, Харьковской института, Хиита А это при Кривенко Это при Кривенко, да? Ага То есть с его подачи, с его поевой инициативе, да? Вот, ну вот техникум, наверное, существовал, а ну, собственно, принял он же, да, потому что он уже с 53-го возглавил эту дорогу, когда обидел с Северной Да, да, да. Кривенко, техникум, это сладанский техникум, еще какой Ну, Есиноватский, наверное Есиноватский 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 Тоже открывались, ну, с его подачи, при его участии, да? Да Ну, а вот выступления, вы же выпили вот тогда вот на собраниях, на каких-то селекторных совещаниях, вот он, скажем, подготовка кадров Вот, вы чувствовали, что это, так сказать, та тема, которая без его внимания не остается никогда? Вот этим Нет, 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 обязательно при его абсолютном Внимание Да Он работоспособный вообще человек? Работоспособный Да Да Ну, во сколько, скажем, вот он связывался там с диспетчерами, утром мог позвонить, скажем, и спросить, чтобы они ему доложили, как обстоят дела на дороге? Дежурное подделение дороги, иногда диспетчера, иногда диспетчеры, старшие диспетчеры То есть они должны были отчитываться начальнику, да? Да А вы, вот когда начинался ваш рабочий день, вот начальника Краснориманского отделения дороги, когда вы просыпались, когда вы приступали? Это в зависимости от обстановки, в 6 часов утра, в 7 часов утра Но не позже, вот в 6 или, допустим, в 7? И почему нет, в 7 часов А когда заканчивался рабочий день, Константин Александрович? Когда, например, вы могли, вот когда вы попадали домой? Точно сказать нельзя, поздно Ну вот, и так, вот в таком режиме, собственно, вот все годы и десятилетия, да? По-другому, наверное, на железной дороге нельзя работать, чтобы вот... Нет А в отпуске? У вас вообще отпуск был? Вы могли себе позволить отпустить? Был отпуск, отпуск регулярный Ну, сейчас вот мобильные телефоны, сейчас в любом случае все на связи Звонил оттуда Звонили, да? Дежурный у поделения дороги Заместитель, который заместил Хорошо Ну вот, Кривенко, в принципе, он оставался доволен тем, что он, вот как он наблюдал, как развивался, как работало отделение, начиная с 67-го года? Вот этот год, когда... Доволен был Был доволен? Доволен, да И мы тоже жалели, когда он уходил Хотя пришел начальником дороги Приклонский Виктор Васильевич Приклонский Виктор Васильевич Приклонский Виктор Васильевич Ну, вы были с ним знакомы, он же был в Есиноватой, да? Да Начальник Хорошо знали? Близко знаком Жалел, что... Неизвестно Неизвестно Ну, я же не знал, как Может быть, он собирал коллектив, допустим, собирал нодов, там что-то говорил Одесса, Одесса, Одесская дорога Это я знаю, мы разговаривали с Александром Михайловичем Кожушко Он рассказывал, он же тогда работал на Одесской дороге, да, и он говорил, что очень трудно у Кривенко вот получалось вхождение в коллектив там, в Одессе, вот трудно им было после Донецка почему-то, так сказать, вписаться туда, в Одесскую дорогу Александр Михайлович, он свою толщину зрения, да, я имею в виду Да, 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 конечно Да Ну, вот хорошо, Виктор Васильевич Приклонский, вот как, допустим, вы когда узнали, или это сразу было, скажем, приказ о назначении Кривенко, скажем, начальником Одесской дороги и приказ о назначении Приклонского, начальником Донецкой? Это министром тогда был Бещев, да? Бещев Бещев И представлял Приклонского кто? Министр? Помните, как это было представление? Ну, туда в Москву вызывали Его, а здесь коллективу представляли, или тогда была другая процедура какая-то? Ну, такого не было, приказ был, вызывали его, а потом, представляли, или министр, или замминистр Сюда приезжал и собрал руководство и представлял Виктора Васильевича уже в качестве начальника дороги, да? Да Ну, вот вы тогда были, ну, вы были довольны, вы были рады, что вот такое кадровое решение приняло, скажем, министерство потерь и сообщение? Как вдруг, так сказать, что-то... Нельзя, однозначно ответить нельзя И довольны, и недовольны, а недовольны, а другие нет С чего он начал в качестве начальника дороги? Он продолжил то, что делал Кривенко? Он, он начал делать Кривенко и сделал многое, многое сделал на дороге Ну, при Приклонском? Да Ну, вот что, с чего, первые шаги его, вот что он, может быть, в организации он что-то изменил или... Развитие станции, всего хозяйства, депо, вагонное депо, локомотивное депо, всего хозяйства А взял ли он внимание, скажем, жилищному строительству? Обязательно Заком Николаевичу Обширно Ну, наверное, например, в Лимане, локомотивное депо, ведущие, славянские, то же самое В общем, все по профессиональным вопросам на дороге занимались Ну, вот, 70-е годы Вообще, вот можно ли сказать, что 70-е, 80-е годы, это был такой, ну, расцвет, что ли, золотой, допустим, век для Донецкой железной дороги? Просто вот у меня такое сложилось впечатление Да Виктор Васильевич, он вообще такой был энергичный, деятельный, да? Да, 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 да Вот как он ходил, да Как он ходил, вот стремительно, или медленно, или важно, или как вообще, как он с людьми, допустим, себя держал, как он общался с подчиненными? Да, просто, да, просто, да Как свой То есть, вот власть, допустим, ну, как, ну, это же, это солидная должность, это ответственность Всего в Союзе было 32 дороги, если я не ошибаюсь, 32 человека в ранге, да, начальника, допустим, дорог было на весь, там, 250 или 260 миллионов Советский Союз Вот эта власть его не изменила в характере ничего, так сказать? Нет Нет, да? Потому что вы-то ведь его помните, допустим, как начальника отделения дороги, то есть, ну, как не такого же большого начальника То есть, он был прост, в принципе доступен, мог общаться одинаково, ровно с, там, допустим, заместителем своим, или, там, предположим, с, там, мастером пути, да? Я у себя, вот, одинаково обращался со своими заместителями и с другими, почти он А вот, что он ценил при Плонске в людях? Вот, что он, допустим, подмечал, и, к примеру, вот, что могло повлиять на, например, карьерный рост работника Вот, ему нужны были какие люди? Хорошие исполнители, или, допустим, там, те, которые, там, генерируют идеи, предположим, там, вот Он ценил нам всесторонне развитые руководители И хорошие руководители, как руководители, как хороший заместитель Он всегда, вот, как-то, ровно себя держал в ситуации? Нет, вот, например, я по себе знаю Он, ну, резко сказать И в то же время не замечать Нельзя Проходит некоторое время и напомнит, что так делать нельзя Так делать нельзя А он не забывал, допустим, если он давал какие-то поручения, вот он не забывал, например, про... Не-е-е-е, память, что у него, что у Якова Николаевича И особенно, вот этот Кожушка 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 Особенно память у них очень хорошая Ну, Кожушка Александр Михайлович пришел в 81-м В 81-м году, вот это трагическое, так сказать, событие Не стало Виктора Васильевича В апреле, да? И в мае, где-то в середине мая 15-го, 18-го, сейчас я уже не вспомню точно Уже министр Павловский Да А не Бещев, да? Павловский Представил нового начальника дороги Александра Михайловича Кожушка Вот тогда какие ходили, допустим, слухи Вот этот месяц, когда не стало Виктора Васильевича И когда еще не были приняты кадровые решения Вот какие-то назывались имена Вот кто должен был возглавить дорогу? Ну, кто-то в народе в этот Среди командного состава Среди рабочего класса Что вроде Виктора должен был Потому что как раз он в таком росте И вдруг такое дело А, это Вы имеете в виду, почему это произошло? Почему Виктор Васильевич Царство Небесное, надо сказать, принял такое решение, да? Вот это Вы имеете в виду или что? Что послужило причиной или Ухода Приклонского или что? Я не понял У Приклонского был перевод ЦК Украины проверяет и нашли какие-то изъяны Вроде Вроде Недостатки в работе Приклон 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 Павловский 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 Да, я тоже читал эти версии, так сказать, что вполне были все шансы, потому что личность была яркая, хороший специалист, хороший организатор доказала это работой на самой крупной грузопряжке В Среднюю Азию он и заместителем среднеазиатской дороги, отсюда надо поставить. И когда его отзывали, среднеазиатская дорога жалела очень, что уехал Прохлонский. Это не потому, что он ушел, у них все, свой начальник был Кадыров. А вот среднеазиатской дороги жилья где больше всего строили? Можно сказать, что в Красном Лимане больше всего сдавали квартир в 60-х? Потому что все как раз не лима. Серьезно, да? Да. Не потому, что я здесь. А вот от чего это зависело? Почему, скажем, на других отделениях менее успешными были вот эти? Потому, потому, что здесь городские города, а здесь чельская местность. Возьмите, как город, города Красный Лиман, Краваторский, Константиновка, Тружковка. Нужно нас квартира больше. А, просто было необходимость? То есть приходили работать на дорогу и вам нужно как-то было, чтобы кадры закрепились на жилье. Но это же было непросто сделать. Строили хозяйственным способом тогда? Сами строили? И хозяйственным, больше хозяйственным способом. То есть были разные, так сказать, варианты? Вот если взять, каким способом строить жилье, хозяйственным способом очень много. А если вот сейчас пойти, до вечера они не успеют обойти то жилье, которое построили. То есть, если сходить целый, допустим, до вечера, можно не успеть обойти все дома, которые тогда были построены? Да. А вот не помните, ну сколько, допустим, сколько, чтобы представить себе, вот сколько и квартир, например, за вот те годы, которые вы руководили, в течение которых вы руководили отделением. Вот сколько в год сдавалось? 100? Больше? 500? Сколько квартир? Это все, родом 300 квартир. 300 квартир примерно каждый год, да? То есть вот можно... Как, где больше, где есть? Ну, самая, конечно, приятная была эта вот церемония, так сказать, вручения ордеров, ключей от квартиры, да? Вы с удовольствием это делали, да? Но это действительно помогало вот удерживать кадры, закреплять... Обязательно, обязательно. А были ли, допустим... Причем привлекались хозяйственным способом строили. Что нам было известно тогда о новом руководителе Донецкой магистрали? Ну, знали мы его, как Александр Михайлович, Кожушка, потом семейный издорожник, хороший работник. Очень-очень хорошо. Кроме работы ничего не знал он тоже. Работе отдавал все. Работника хорошим работник дал. Ненавидел плохих работ. Кожушка? Да. Ну, а вы были в числе первых тех, кто, так сказать... Не знаю. Ну, нет, но отделение на хорошем же счету было? На хорошем. А вот какое-то было, допустим, такое соревнование, что ли, среди отделений? Вы знаете, в начале, когда начал работать этот Приклонский, вроде это соревнование продлилось, а потом незаметно стало. А вообще, так... Ну, были, были хорошие отделения. Ясиноватское отделение, дорогой. То есть, это будет вам... Соперник был по силам. Ясиноватское отделение и Красноалиманское. Вы между собой практически, так сказать... Нет? Нет, да? А были, допустим... Пожалуйста, простите. Я... Я говорю, вот, знамена, скажем, помните, вот, ну, одно из форм поощрения было, там, вручение переходящего Красного Знамени, ведомственного, там, министерского. Это могла быть только дорога награждена или вручали еще и отделением дорогу? Отделение дороги получало министерские знамена. И дорога получала министерские советы министров. Вот. А вот, в принципе, тогда, вот, в 60-е, 70-е, 80-е годы, которые вы согласились с этим, что это были не самые плохие, так сказать, десятилетия, если иметь в виду то, как развивалась, скажем, дорога, динамика развития, да? Причем во всех областях вы сказали, что и жилищное строительство, и там подвижной состав, скажем, обновлялся, да? И реконструировались эти платформы, удлинялись. По строительству платформ мы находились впереди всех пассажирских платформ. Вот. Ну, после этого еще новацкий отделейдер. Там Дебальцевский отделейдер. Вы знаете, с кем разговаривали в управлении, Константин Александрович? С бывшими диспетчерами вашими из Красного Лимана, которые там с 90-х какого года? Когда был вот этот самый центр управления перевозками создан, они нам рассказали. Вот как вы расставались тогда со своими диспетчерами? Жалко было отдавать их в Донецк, где вот… Конечно. Да? Ну, идея, в принципе, хорошая. Вообще сама мысль, допустим, чтобы вот собрать их всех… Вот Кожушка, например, Александр Михайлович, мы с ним говорили, он очень жалеет, что, ну, не до конца вот это все-таки закончен был процесс. То есть, Луганское отделение осталось еще вот неохваченным, что ли, вот этим. Формы управления перевозочным процессом. Да, ну, ну, смотря как… Отделение дороги как бы от себя часть отдала… …блица диспетчеров. Но вы делали все, чтобы их оставить или вынуждены были? Оставить. Да? Не хотели отпускать? Нет. А они как? Тоже, наверное, с таким тяжелым сердцем уезжали отсюда, нет? Да, плохо. Квартир не было. Потом построили, дали квартиру. Не было никаких таких заманчивых предложений вот за эти годы руководства отделения? Здесь мне в Москву предлагали. Предлагали? Да. Не согласен. А что в Москве предлагали? Какая работа могла бы быть? В министерстве? Зам. Зам. Начальника главка. Главка какого? Локомотивного. Локомотивного? Да. И что, и не переехали в Москву? Дальше. Лидия Ивановна, вы знали об этом? О том, что могли вообще москвичами быть? А? Вы знаете, вот сейчас Константин Александровский… Да, да, ну я отказалась. Митро-зам начальника митрополитена. Предлагали. Это второе предложение? Тоже просто. Это первое предложение. Хорошо. Вроде это немного и по специальности. А потом уже зам главного… Зам. Зам. Главного управления. Локомотивного хозяйства. Локомотивного хозяйства. Это при министре, при при ком, когда, в какое время, в какие годы? А? Когда, в 70-е годы, в годы делалось такое предложение или в 80-е? Чуть позже. Вы отметили, говоря вы, Александр Михайлович, что хорошая память была у всех. То есть вы говорите, что они не забывали ни отданных распоряжения, не забывали, так сказать, потом спросить с исполнителей, да? Да, да, да. И Кривенко, и Преклонский, и Кожушко. Что еще характеризовало каждого из них? Что бы вы еще отметили? В характере, в манере, скажем там, поведения дела? Преклонский хороший был всем. Семен. 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 Кривенко. Хороший, но более ограниченный. Померка плохая вам. Виктор Ильич Буковский был в Красном Лимане? Толковый. Толковый, да? Он же рационализатор, да? Вот столько изобретений. Мы вчера с ним общались. Мы там периодически встречаемся и разговариваем на разные темы. С Буковским, с Буковским. С Буковским. Ну, и, значит, хороший рационализатор, изобретатель. Здесь он начал развивать деятельность. А вы вообще были строгим таким руководителем? Вот как вы? Не знаю. Нет? Не знаю. Да. Как вы добивались исполнительской дисциплины? Какими методами? На отделении? Ну, конечно. Потому что, если отделение было на хорошем счету, вы говорите, и с нами оно получало, значит, это, что, так сказать, работало хорошо, устойчиво, стабильно, но добиться этого было бы непросто. Вот я и спрашиваю о секретах-то управления персоналом, коллективом. Что главное про будь руководителя вообще? Так, с высоты уже опыта вашего жизненного? Ну, черт его знает. Говеряю и проверяю. А что вы ценили в людях? Вот, допустим, у кого, например, были шансы быть замеченным вами? И кто мог рассчитывать на продвижение по службе? И кто не мог рассчитывать? Кого-то отстранить, кого-то назначить, такого не было. Нет, ну вы ценили что? Вы ценили знания, вы ценили, да может быть, личную преданность, там, может быть, специалист никакой, вот он, например, уважает начальника, может быть, даже листит. Вот это могло быть определяющим, допустим, для вас при принятии кадровых каких-то решений? Не было. Такого не было никогда, да? А что вообще, вот, железная дорога требует каких качеств от человека? Вот, чтобы работал, вот, как, как часы, да? Вот, чтобы железная дорога, так сказать, работала так, как она должна работать, вот, что должно быть, так сказать, у человека, какие качества она требует? Дисциплина. Дисциплина. Вы выполнили свои обязанности. Это требует от каждого, а прежде всего, для того, чтобы быть замеченным, надо работать в такой. – Константин Александрович, а вот, например, с течением времени, вот, скажем, сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы, вот, например, дисциплина, ну, всегда, да, то есть это военизированная, практически воинская дисциплина, звание, ну, и не бастовать даже в девяностые годы, дорогу не бастовала, то есть она работала и все. – Вот, дисциплина, что происходило с ней на транспорте, с течением времени? Вот, когда были же более жесткие, что ли, нравы? Когда, там, за опоздание могли, например, какие-то санкции быть применены к работникам более суровые в сороковые, в пятидесятые, в семидесятые, за, там, за какие-то еще нарушения, скажем там, устава? – Наиболее жесткая дисциплина была при Приклонском. – А награды, вот, Кожушка, он был, так сказать, щедр? – Нет, 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 нет. – Нет? – Суров, сдержан, строг? – Щедрый, самый щедрый, был Приклонский. – А, например, вы лично это ощущали, вот эту, как вы сказали, щедрость Приклонского? Ну, я имею в виду не вы лично, а, ну, как отделение, как коллектив? – Ну, это кто-нибудь возьмет. Я больше всего наград получил при… – Виктор Васильевич? – Нет. – При Кожуре? – Александр Михайлович. – Александр Михайлович? – Александр Михайлович, да? – Да. – Орден Ленина, знак, знак почёта. – И? – И дали. – Почётного железнодорожника. – Александр Михайлович. – Александр Михайлович. – Почётный работник транспорта Александрович. – Александр Михайлович, большие награды. Вот какие-то масштабные такие стройки, которые через годы, не знаю, десятилетия на Краснориванском отделении, можно ли что-то вспомнить, сказать о чём? Всё масштабное. Любое начало, малое или большое, масштабное. Спасибо большое, мы вам очень благодарны. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова